Привет, Арнольд! Что, спасаешь невинные души? Смотри, чтобы ты сам не попал в перекрямую. Фух, вроде обошлось. Или нет? Похоже, вы застряли тут на доме. И придется вам выживать совсем без еды. Представь, что ты Ангус Барбьери. Человек, который больше года ничего не ел. Шокируя врачей, он жил обычной жизнью. Посещая туалет раз в 40 дней. В конце голодания он весил 180 фунтов, сбросив 275 фунтов. После 12 часов голодания ты бледнеешь и слабеешь. А вот толстый человек чувствует себя лучше из-за запасов жировых тканей. В это время появляется головокружение. И неприятный запах изо рта. О, Арнольд, тут есть вода! Видишь, Арни, нужно везде искать плюсы. Голодание может служить и благим целям. Ганди голодал три недели в знак протеста против кастовой системы в Индии. Кристиан Бэйл, ради роли в фильме «The Machinist», похудел на 66 фунтов. А средневековые монахи голодали, чтобы услышать голос Бога. Ставь лайк, если бы не выдержал ни одного дня. Что ж, на четвертый день организм принимает голод как данность. В это время наблюдается резкая потеря веса. И слабость. Организму всегда нужна еда. Поэтому, когда ее нет, ему приходится использовать жировые и мышечные ткани. При этом выделяются кетоны, которые крайне вредны для организма. У человека развиваются головные були и слабость. А в худших случаях появляется рвота с желудочным соком, помутнение сознания и даже смерть. После двух недель ты постоянно чувствуешь холод. В сознании часто помутняется. И ты не понимаешь, что ты делаешь. О, Арнольд, а вот и помощь! Немного не то, что вы ожидали. Но все равно вы спасены.